Это партия, которая следующая на очереди, она вышла приблизительно, больше 100 домов вышла, 130, по-моему, за 50 лет. А вы помните, я говорил, сначала шахматный формат образовался раз в полгода, потом три раза в квартал, то есть два номера было в год, сейчас три номера в год. И каждый год проводился вот этот конкурс на лучшую партию. И за все годы образовалось там, значит, примерно больше 200 партий, лучше, лучше, будем считать. И вот потом в каком-то году, ну, лет пять назад, по-моему, был проведен конкурс, вот из всех лучших партий выделили самое-самое лучшее. И вот партия, к которой мы сейчас подошли, это самая лучшая партия, которая у нас звучит не за полстолетия. И она еще, вдобавок ко всему, не решила, ну, почти решила звание чемпиона мира, это был второй матч Карпов-Каспаров. Если вы немножко знаете историю, ну, вы помните, Карпов играл с Каспаровым, первый матч был, Карпов выигрывал с разгромным счетом 5-0, но потом он начал проигрывать, и счет стал, в конце концов, 5-3, и в этот момент матч был остановлен, ну, не выдело обсуждать политические мотивы этого события, но матч не был закончен, и был, на следующий год состоялся новый матч Карпов-Каспаров, и в котором Каспаров выиграл и стал чемпионом мира. И это партия из этого матча, это 16-я партия, вы сейчас увидите, какая эффектная победа была одержана, но после этого, конечно же, было все ясно, что Каспаров становится чемпионом мира. Е4-Ц5, это, ц5, это северанская защита, любимый дебют Каспарова, то есть он практически избирал его в течение всей своей шахматной карьеры неизменно. Вчера, кстати, во время сеанса одновременной игры, многие играли в Ц5, я играл там кривую схему, избирал с конца 3, такой, который не очень поддерживается теорией, но многие растерялись и проиграли. А этот идет по классике, Кф3, Кф3, Е6, Д4, ЦД, Кмбд4, Конь С6, Конь Б5, у черных ослабленный фунт Д5, белые тем более, готовы дать шах и изменять слонай Ф8, и будут неприятности у черных, поэтому черные играют Д6, Д6, С4. То есть эти две пешки, видите, они сдавлены по из-за черных, пешка Д6 ослабленная, никак вроде бы не может вырваться. Конь Ф6 последовало. Конь 1, С3, этот конь нижний, 1, С3, А6. Конь А3, конь отступил, но отступил не на Д4, а на А3, на Д4, чтобы воспрепятствовать Д5, потому что конь Д4, тогда возможно отходить Д5, и черные упрощают позицию в центре. А последовало конь А3, и эта позиция встречалась в гроссмейстерской практике несчетное число раз. Обычное продолжение здесь слоны Е7, слоны Е2, 0-0, 0-0, ну такое постепенное развитие. Черные играют Б6, слона развивается, да. Но у них довольно пассивная игра, потому что они стараются все поля держать вокруг короля, но контр-игры, контр-игра будет не скорой, если она будет. Поэтому это считается поля черных. Это такая структура, и черные строят неприступную крепость. Однако к этому матчу Каспаров приготовил совершенно неожиданный, на неожиданный ход, так называемый, потом его крестили, грабит Каспарова. Он просто взял и на ровном месте пожертвовал центральную пешку. Видите, сколько здесь ударов? Раз, два, три, четыре, а защита всего раз, два, три. То есть пешка жертвуется. И такого хода... Потом выяснилось, что такой ход был, но не в партии известных шахматистов. Но это к матчу, конечно, оказалась очень мощная новинка. И партии, которые... Ну, когда, знаете, шахматисты готовятся, сильные, они, естественно, анализируют партии, только равных себе. А они тоже не смотрят, например, партии нашего сеанса вчерашнего. Это для расслействов не так интересно. Поэтому в выдающихся турнирах такого хода не было. Значит, здесь CD, ED, CD, белый побили пешку, черный побили пешку. Ну и черный взяли пешку, ED. Просто выиграли пешку. Вот. Как кажется, что непонятно за что. И здесь последовало конь B4. Вот здесь, ну... На самом деле, понятно за что. То есть они отдали пешку, но у них... Очень свободная игра. На Д6 хорошее поле. Атака при случае, может быть, какая-то контр-игра. Но она недостаточная, как потом выяснилось. Но в партии... Здесь... Эта партия... Этот гамбит стыдится во второй раз. Первый раз было... Ферлеч... Ну, сейчас посмотрим, я даже не помню, как было первый раз. А в 12-й партии белые здесь сыграли Солнце-4. И потом, Солнце-4, произошел размен. Черные отыграли пешку. Получили чуть-чуть хуже, но уравняли. Что до черных, конечно, я уже говорил. И ничья, тем более махи на первенстве мира. Это всегда достижение. Но Акадов, конечно, хотел играть белыми. И он хотел... Не хотел удовольствоваться ничьей. Он хотел получить приветствую. Лишняя пешка. Поэтому он не пошел второй раз. Так было в 12-й партии. Это 16-й партии. А в 12-й партии были такие различные размены. Поэтому он сыграл с ноги 2. И здесь последовал еще сильный ход с 12-й 5. То есть вот приблизительная идея понятна. Черный легко развивает свои фигуры. Вокруг это пешки. А пешка пока не играет никакого значения. Здесь можно было, конечно, в этой позиции уже можно было вернуть пешку. Потому что ударов раз-два-три. А защиты раз-два. То есть можно было забрать. Но здесь получается... Ну, давай посмотрим. Комик побьет d5. Допустим, можно было побить. Так. Черных белых могут закончить развитие. Допустим, слон d7. Могут попасть на d5. Комик побьет d5. Теперь слон d3. Ну, слон d6, допустим. Могут пойти в конец и два. У Белых приятный Эншпель. Потому что... Ну, как-то фигура в центре. Слона, два слона, которые дают на края. Белых небольшой перевес в развитии. И такую позицию играть не очень приятно. Взаимных вопросов нет. Но у Белых инициатива в центре. Поэтому Карпов, этот человек, не до этого жертвовательства, чтобы получить такую позицию. Просто кучу Эншпель. Что называется? Еще у нас кероля ноги один, и ладью Наш один. А, еще дальше. Не перекрывались. Значит, он сыграл... Слона d2. Значит, он не отыгрывает пешку, а играет слон d5. То есть это продолжает свою идею. Жертва пешки, но вокруг этой пешки свободно развивается фигура для того, чтобы получить атаку на короля. И здесь последовало 0-0. Вот это как раз ход, который входил в планы Каспарова. А потом было найдено, уже после этой базы, было найдено, что правильный ход слон d3. Это правильный ход, который все-таки позволяет Белых получить перевес. Идея его в том, что если вы берете на e3, то Белые не играют фе, тогда эти две пешки будут слабые, и на e3 будет пешка слабая. А на основе это e3, есть ход такой, передачный шаг, и этот конь отыгрывается. И пешка лишним просто осталась у Белых. Позиция упростилась, а пешка осталась. Поэтому, ну и тут какие-то сложные варианты были, но они были доказаны, что это все в пользу Белых. Но это надо было знать заранее, а не во время партии... Во время партии Капов не решился, он так выпростил на e3, а он сделал естественный ход 0-0, последовало 0-0. Белые защитили пешку на d5 избыточную. Теперь уже кажется, что она навсегда останется у Белых. Опять три защиты, три нападения, но уже больше нечем попадать. Здоровая лишняя пешка в центре. Конечно, это невозможно было предположить, что это позиция очень хорошая для черных. И здесь последовало 0-0.5. Вот, видите, продолжается игра. Важный пункт до три. Какое-то идет нагнетание, сейчас конь здесь окажется, и вокруг Белого Короля было звучать саточие. И все, а пешки нет, то есть просто черные играют без пешки. последовало саточие 5. Черный разбирь ладьи, ладьи 8. Все свои фигуры в игре. Здесь надо было конь с А4 сыграть, потом было показано и длинные варианты, которые опять приходят, ну, несколько лучших позиций для Белых все-таки. Но это опять-таки надо было сделать, а потом, знаете, а Белые сделали партии, сделали ход ферзи 2, вроде бы напрашивающиеся. А сходили первую линию для ладей, защитили слона. А почему нельзя было бить слон, бьет Ф6? Бить коня? Ну, я бы побил, наверное, на Ф6. А что? Ты отдаешь хорошую слону, которая связывает коня, которая мешает черному развиваться, а здесь ферзь сразу вошел в игру, потом другая ладья выйдет на Д8, но здесь за пешкой очень богатая игра. Последовало ферзь Д2, и здесь черные сделали еще один учительный ход, Б5. Получается, что они как бы игнорируют пешку Д5. Белая крышка не пешка, но она скорее стопорит развитие белых фигур, а вот эти и два слона, и два коня, и ладья, все фигуры расположены очень хорошо. Б5. Белый делает еще один естественный ход, развивает ладью, вот это один, и вот здесь последовал конь Д3. Вот выясняется, что ученый очень серьезной инициативой. Потому что там на А3 висит, либо на А2 может висеть, либо вообще неприятно ли сковывать действие белых. И здесь надо было, потом выяснилось, что надо было здесь эту пешку отдать, забрать качество, но за качество у белых ну, качество отдавать не хочется, надо пойти ладья А7, но тогда там получалось, надо было пойти конь Д5, но получалась острая-острая партия, и так надо было и делалось. Но белые, неприятно конь на А1, и Б4 сейчас, кстати, грозит, поэтому белые отступили этим коньоном, Б1, но выяснилось, что это уже сейчас, тут все могут докладывать, что это пояснил уже поле черных, совсем поле черных. А6 сыграю, что у нас А4, Б4, Б4, конь А4, и конь А3, нет, пешка Б4, Б5, Б4, коня из центра, конь А4, и последнее просто слон Д6. Как бы за этой пешкой черные хорошо фигуры расположили, она только мешает, если бы ее не было, там слон бы работал, по линии Д было подавление, а эта пешка, наоборот, оказывается, ее присутствие, только поле черных. И здесь последовало, ну, белые сыграли с НЖ-3, слон неприятный, всякий удар, у нас два, белые сыграли с НЖ-3, кажется, что у них пешка лишняя, и никаких каких-то опасностей. Ну, а черные опять игнорируют, они продолжают развиться за этой пешкой, входя С8. Белые сыграли В3, ну, конь здесь неустойчивый, надо его подзащитить, защитили. И здесь последовало еще один очень сильный ход. Не знаю, наверное, это тоже была домашняя заготовка, все. А Ордет уже во время партии, Каспар, зашел. Просто согласился Ж-7, Ж-5. Ход такой вообще немножко подозрительный, когда пешка Ж-2 движется всегда неприятно, но здесь давление очень сильное. Здесь уже черный имеет перевес. Если, допустим, конь Б-2, пойти, то после размена, потом после разменяется, меняется, играет Ж-4, слона прогоняет, и у слона нет хорошего корня, потому что если он наступает, этот конь идет на Е-4. Понимаете, тут черный очень сильно давит. Здесь этого коня Д-3 никак не выкаришь с этого места. Вот, значит, конь Б-2, меняюсь, играю Ж-4, потом этот конь сюда вязает на Е-4, неприятная позиция. И здесь финал партии Каспар проводит с огромной энергией. То есть вот так вот стоит без спешки, как бы ничего нет, а тем не менее легко доводит дело до конца. Белое меняется на Д-6, только на Д-6. Белое сыграет Ж-3, Ж-3, последовало конь Д-7. Черные вот эти пункты ложные вот там хорошо стоит на Д-7. Слон отступил на Ж-2. По-прежнему лишней пешки, кажется, ничего страшного. Лишняя пешка и еще не видно, что эта позиция совсем плохая для черных. Последовало еще один дикий ход важный, Ферзь Ф-6. Ферзь теперь и на королевку, и фланг давит и на Ферзь двоих. Белое это а3, а черная просто а5 защитили. Держит и Ферзь и королевский фланг держит, и все вот этот код D-3, который сковывает движение белых фигур и крайне неприятен. Последовало размен на Б-4 пешек, АБ-АБ, обычно такие пешки просто снимаются обе, такой, АБ-АБ, и теперь белые не видят наверное хорошего хода и сыграли Ферзь Д-2, возможно пропуская коньян до Д-2, потому что Конь-На-Б-1 стоит на исходном поле, ничего там не делает. Последовало Слону G-6, просто отступили слоном, дорогу через открытую, мощный конь, который держит и Ферзь, и Фланг, и Королевский Фланг, и поле В-2 держит, вы не можете коня ввести в игру, там Ферзь и Комин держат поле, и Ф-2 держат, и никак его не выкурешь отсюда, конец уже близок. Последовало D-6, D-6, белые хотят отдать пешку, но как-то D-5, D-6 развязаться, но ничего не будет, Каспаров даже не реагирует на эту пешку, он играет G-4, то есть он сковывает каральский фланг, то есть на этот фланг, и не берет эту пешку, как она была у белых лишней, так и она осталась, Каспаров как бы играет, не замечает ее, но фигуры у него расположены все идеально, последовало перед D-2 белые вернулись сюда, поняли, что там ничего ему не светит, поле B-2 все равно не помогает, как понят, не вернется, вернули Ферзь на D-2, последовало просто караль G-7, черные играют совершенно спокойно и показывают, что белые беды своеобразно Суксунг беды. Слово такое знаете, Суксунг, это когда и нет хороших ходов просто не ясно как играть. Один этот конь сдерживает всю позицию белых, один конь и обе ладни стоят идеально на открытых линиях, пешка G-4 сковывает королевский фланг и так далее. Последовало F-3, белые пытаются как-то развязаться на этом королевском фланге, тогда уже черные сьели на D-6, уже позицию их просто большим перевесом, теперь это важно, чтобы обнаживаться на диагонали, белые взяли эту пешку, и последовало F-4, F-4 шаг. Вскрылся диагональ и черные залезли сюда в прием, король на H-1 и последовал очень сильный ход конь F-6. Конь F-6, то есть конь F-6, нет, другой конь, конь F-6, то есть черные отдали пешку G-4, да, отдали пешку G-4, но зато кучу расположение Белого Короля еще больше, отыграв пешку все равно по-прежнему белый отличная пешка, но позиция уже совсем плохая, последовало конь F-6, и теперь пункт E-4 очень трещит, конь F-4, потом конь F-2 и так далее, белые сыграли на G-4, чтобы как-то это конь лишний раз взять под бой, но это не помогает, все равно черные играют, конь E-4, конь E-4, ну и здесь белые вынуждены победить на G-3, просто потому что грозит конь F-2, и все ладья лисит, и все полные разгромы, но если вы берете на E-4, я просто беру слону, если вы слону берете, просто слону E-4 шаг, какой-то ладью отдавать, королин полей, ну и здесь уже дракония, белые 30, где уже осталось несколько ходов, белые на G-3, на это последовало конь в 2 шаг, естественно, не в 2 шаг, но ферзь весит, поэтому приходится отдавать ладьям G-2, но все равно ферзь теряется, потому что слону берете на G-3, слону берете на G-3, черно-трешний ферзь, на белые еще наденелись после ладья G-2 отыграть эту фигуру, когда у них будет более чем достаточно владя G-3 за ферзя, но ничего из этого не уходит, потому что последовало G-3, очень мощный ход, дальше белые теперь надо бить на G-3, иначе число просто отступит, и белые взяли, но здесь очень красивый конец, черная играет ладья C-1, объясняется, что по первой линии плохо делали, черная грозит ладья G-1, и потом ферзь 1, мат, А почему нельзя было отойти ладья на D-5? Ладья 3 на D-5? Какой момент? Ладья 3 на D-5. сейчас хорбеда как отойти? Белый будет ладья 3 на D-5. И что происходит? Какой момент? Сейчас ладья в этой позиции? Да, в этой. Ну если ладья бьют D-1, ладья с D-5 бьют D-1 и тогда есть ход шах ладья берет еще конь теряется то есть остается еще на B-3 потом теряется здесь как ни крути здесь очень плохо а как предлагаешь здесь было сэрмин ладья с 1 черные беды притянули коня конь B-2 и здесь еще один мощный ход ферзь F-2 F-2 как ходить белые сыграли конь D-2 конь D-2 а может быть лучше было ладья D-2 ладья D-2 может быть лучше было ладья D-3 ладья D-3 на D-2 а ладья E-1 мат просто ну не мат в смысле нас ланат придется отдать если размен F-1 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 мат а что здесь сделать поэтому белые потянули коня конь D-2 пытаются как-то прикрыть все свои поля напоследовало здесь ладья D-1 конь D-1 но здесь в принципе материальное примерно равенство потому что у белых ладья у белых три фигуры это ферзя это примерно равенство но последовало я дешат и белый сдались потому что если слонов один то просто беру он берет у ферзов один мат вот такая партия очень конечно необычная потому что черный Котфаров отдал пешку получил за нее инициативу и постепенно эту инициативу разбил и Картл беспомощно сопротивлялся и ничего не мог сделать он мог конечно в какой-то момент перейти к позиции английским ничейным но он пытался держаться за эту пешку надо было его забросить в какой-то момент а он держался за эту пешку и вот таким разгромом закончил и сделал позиция конечно эффектная для матча на первенстве мира вот как я сказал а вот за 30 лет значит это было в год 30-летия информатора это было сделано вот она была признана лучей за 30 лет и кстати она признана одной из лучших в практике Каспарова то есть это творческое достижение такое Каспарова считается лучшим в данном матче и вообще во всей его биографии после этой партии как я сказал там матч довольно напряженно продвигался вот в 16-й партии Каспаров вышел вперед захватил лидерство и уже до конца его не упускал хотя весь матч продолжался все 24 партии и уже до конца